МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Жители поселка Батакара вновь просят помощи у властей около 50 частных построек повреждены в результате продолжительных проливных дождей. Перекрытая автодорога по проспекту Республики стала причиной скандала. Жители дома номер 40 недовольны тем, что дворовая территория превратилась в объездную дорогу. Горожане устроили несанкционированный пикет. Мы, получается, не во двор не можем заехать, скорая не может заехать, она стоит, потому что никто не подсказал. Все наглые-то, потому что... Мы-то понимаем, что здесь, конечно, действительно, это как вынуждено было, но это не проезжая часть, что будет здесь проезжать постоянно. Чиновник Чимат. Показательное разбирательство за нецензурную брань не воздействует на госслужащих. Еще один Акимсельского округа обматерил жителей села. Ну, при разговоре я действительно допустил нецензурную речь. Это просто не оскорбляй кого-то. Это был выходной день дома у меня. Жители поселка Батакара просят помощи у властей. Из-за сильных проливных дождей повреждено около 50 частных построек. Многие дома сегодня непригодны для проживания. Почему дома оказались не готовы противостоять природной стихии и за чей счет должен проводиться ремонт, выясняли наши корреспонденты. Пенсионерка Райхан Бегдарова говорит, что крыша рухнула после длительных проливных дождей. К счастью, в тот момент в комнате никого не было. Райхан жила в этом доме с мужем, детьми и внуками. Всего 8 человек. После того, как рухнула крыша, детям пришлось съехать к родственникам и знакомым. Пенсионеры остались и сейчас живут в машине. Ну, думали немножко подкопить, и вообще крышу надо было закрывать. А не получается. Сами знаете, то кризис, что у меня что, 28 пенсия. Я с аптекой не могу рассчитываться, только на лекарства живу. Свет, аптека. Дед мой на Колымах. Дочка, 4 внука. Инвалид, сын вторая группа. Свои пенсии у него тоже выходят на лекарства. Но мы никогда не взялась, не бегали, не просили ничего. А сейчас просим. Пока тепло, пока возможность у нас есть, вот эту нам вскрыть, хотя бы 3 комнаты, пускай нам дали на крыше 3 комнаты. Мы объясняем. Они говорят, мы дадим вам старый будет, там старый материал, так мы как нам объяснили. Деньги не просите, мы и не просим. А если мы крышу тронем, они все стены у нас пойдут. Нам бы хоть немножко руберой и на цемент дали бы что-нибудь. В поселке Батакара в основном живут пенсионеры и многодетные семьи. Денег на восстановление домов у большинства из них нет. Виктория Пасечник жила в своем доме с тремя детьми. Пока семья на время переехала к родственникам. Но и там они не могут надолго задержаться. Я не могу сама, у меня зарплата маленькая. Сама поднять я ничего не смогу. Дом мой признали аварийным, но ничего мне еще пока не обещают. Некоторым постройкам около 90 лет и все они имеют владельцев. Почему же хозяева не удосужились отремонтировать свое жилье? Эти вопросы сельчане стараются обходить стороной. Зато результаты проливных дождей демонстрируют каждому. Покосившиеся стены, проваленный потолок, разрушенная кровля. Из-за этой ситуации большинство пострадавших видят лишь один выход. Государство должно помочь. Одни требуют компенсации за потерянное жилье, другие требуют стройматериалы для ремонта. В Акимате поселка заявили, что в бюджете не предусмотрены средства для восстановления частных жилых домов. Но пообещали привлечь спонсоров. Ну, как бы со стороны Акимата мы будем помогать, сейчас привлекаем спонсоров. Будем помогать строительными материалами, будем приобретать материалы, строим материалы. Будем покупать, приобретать новые строительные материалы, будем приобретать. Пока не подсчитывали, сколько примерно потребовалось? На сегодняшний примерно посчитали 1900 квадратных метров шиферы, то, что нам, и около 300 метров баллы. В любом случае, жителей на улице мы не оставим. Будем помогать. Будем помогать, если надо будет, при необходимости будем привлекать. Это рабочие силы. У нас имеется готовая техника, там отойдется фронтальный погрузчик и КАМАЗы, и рабочие силы в количестве 10 человек. Осель Созамбаева, Лариса Хусаинова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мамы с колясками против автомобилистов, жители дома номер 40 по проспекту Республики устроили несанкционированный пикет. Таким образом, они пытались привлечь внимание властей к проблемам сквозных дворов. По словам жителей, территория возле дома превратилась во вбездную дорогу. Люди боятся отпускать детей во двор. Подробности у Аи Мамрины. Жители сорокового дома и автомобилисты не поделили небольшой двор перед торговым домом Рублевка. Люди не давали дорогу автомобилям. Конфликт разгорался нешуточный. И вот мы переживаем за безопасность и за жизнь, здоровье наших детей маленьких. Потому что здесь, когда едут машины, когда пробка еще немедленно едет, когда здесь более свободная, они пролетают и так вот. Люди быстрее проскочили. Потому что находятся на крайнейшем кратчайшем путье. Хотя дорога есть, обездают по шахтерам, да, вот там есть по 12 месяцев можно бегать, где созвездия. А без ездить. Но все стараются проскочить напрямую. Это не проезжая часть. По словам жителей, сквозной двор стал опасным не только для детей, но и для автомашин экстренных служб. Буквально вчера во двор из-за столпившихся машин два часа не могла попасть карета скорой помощи. Просто я говорю, у нас в подъезде живет люди, у которых мы служим. Причем периодически давление подсказывается. Вы понимаете, что если что-то с ними, скорая уже к нам не проедет. Чиновники поговорили с митингующими и обещали им помочь. При въезде во двор решили поставить дорожный знак «Тупик». Пока же его не установили, на дороге будет дежурить сотрудник полиции. Это внутриквартальный проезд. Здесь будет меньше поток. И все это будет регулироваться. И прежде всего, это безопасность наших людей. И мы все знаем, все же делаем ремонты. Когда есть ремонт, нужно немного какие-то условия соблюсти. И сегодня все в соответствии с законодательством, все разъяснения даны, меры предприняты. На том и разошлись. Жители поверили обещаниям властей. Они намерены дождаться установки дорожного знака. А вот автомобилистам придется потерпеть неудобства еще около двух недель. Аем Амжина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Жители Тимиртау поймали при перевозке марихуаны в рейсовом автобусе. Лабрадор по кличке Зара при досмотре автобуса нашла сумку с марихуаной, вес которой составил более 18 килограммов. По данному факту проводится досудебное расследование. Задержан находится в изоляторе временного содержания. На месте был задержан 29-летний житель города Тимиртау, который дал признательные показания. По данному факту на сегодняшний день проводится досудебное расследование по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержанного в одворенном изоляторе временного содержания. С начала года с помощью служебных собак с Центра кинологической службы ДВД Карагандинской области из незаконного оборота было изъято около 200 килограмм различных наркотических средств, в том числе 23 килограмма героин. В Карагандинской области двое погибли в канализационном колодце нефтебазы. Несчастный случай произошел в полдень 31 июля. В поселке Осакаровка при проведении честных работ получили отравление газами и скончались два человека – 17-летний подросток и 42-летний мужчина. Полицейские расследуют дело по статье о нарушении правил охраны труда. Выясняется, по чьей вине погибли мужчины и несовершеннолетний парень. В то же время в Акимате поселка Осакаровка уверяют, что ничего не слышали об этом происшествии. Я ничего не знаю. Вы вообще не слышали об этом? А? Вообще об этом не слышали? Нет. Я вчера работала, потому что я ничего не знаю. Уважаемые телезрители, впереди реклама. Не переключайтесь, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Крепким словцом отличился Аким сельского округа трудовой Абдикасым Садыков. Он обматерил соседа, правда, случилось это в выходной день в доме у чиновника. Сельчанин записал оскорбление на диктофон и пожаловался. Поведение Акима Садыкова было рассмотрено на Совете по этике в Департаменте по делам госслужбы. Абдикасым Садыков работает на государственные службы больше 20 лет. В должности Акима он уже девятый год. По его словам, конфликт между ним и обиженным сельчанином продолжается уже давно. Мужчина сам постоянно провоцирует Акима на ссоры и даже записывает их на диктофон. Мною, значит, 11 апреля было подано на двоих жителей обращение в суд для защиты чести и достоинства. Акима обещал исправиться. Ему объявили строгий выговор. Также на Совете рассмотрели дело в отношении руководителя аппарата областного масляхата Коршиги Нуркенова. Его обвинили в использовании служебного авто для личных целей. Члены Совета по этике решили на первый раз сделать чиновнику замечание и прекратить дисциплинарное дело. Следующим под раздачу чуть не попал руководитель налогового управления по городу Жесказга. Он скрыл тот факт, что его супруга стала индивидуальной предпринимательницей. Попустующий обязан письменную форму уведомить своего непосредственного руководителя или руководства о возникшем каких интересах или возможности его возникновения, как только к нему ставят об этом интересом. Но и в этот раз Совету по этике пришлось закрыть дело. Ведь главный налоговик Жесказгана сумел доказать, что жена не подчиняется непосредственно ему. Она зарегистрирована в Управлении гостоходов города Сатпаев, а законом это не запрещено. Аим Амрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Отныне родителям не придется тратить деньги на школьные учебники. В отделе образования заявили, что в этом году все первоклассники будут обеспечены школьными книгами. Кроме того, с 1 сентября внедряется пятидневная учебная неделя. Все подробности расскажет Аделяна Таева. Главные изменения в новом учебном году ожидается в образовательном процессе начальной школы. Первоклассники будут учиться лишь пять дней в неделю. Обучение пройдет по новой программе. Для этого учителя начальных классов все лето проходили переподготовку. Что касается каникул, то первоклассникам добавили еще одну неделю отдыха с 1 по 7 февраля. Чиновники от образования также заявили, что в нынешнем году все первоклассники будут обеспечены учебниками. Полностью 100% это будет первый класс. Почему 100% первый класс? Потому что первый класс в этом году будет по обновленному содержанию. Вот как раз то, что вы, Алиса, задавали вопрос, это пятидневка. То есть пятидневка в этом году начинается для первого класса. А остальные, начиная от второго класса, второй, третий, четвертый, пятый, десятый до одиннадцатого класса, они занимаются по старому. А первый класс в этом году начинается обновленным. Вот для первого класса мы закупили за счет бюджета 100%. Родители, чьи дети в этом году идут в первый класс, учебников не покупают. Что касается остальных новшеств, то школьная реформа продлится до 2019 года. Особое внимание уделено внедрению трехязычия. В отделе образования отметили, что сегодня изучение английского языка ведется с первого класса. Через три года все старшеклассники на английском будут изучать четыре предмета. Химия, биология, информатика и физика. Десятый, одиннадцатый класс. Четыре предмета будут преподаваться на английском языке. До этого 16, 17, 18, плюс еще на полгода 2019 года идут подготовительные работы. Адель Антаева, Жаксылык Нурта, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Арселор Миттл Тимирта вновь сокращает специалистов. Бухгалтерам, Марк Шейдерам и отгрузчикам угольного департамента предложили уволиться по собственному желанию. Несогласные с таким решением отказываются писать заявление. Однако, восемь человек уже отстранены от должностей. В поисках справедливости работники обратились к представителю генеральной прокуратуры. Ну, собственно, все у нас вышли и сказали, что мы будем судить. Во-первых, нам никто не предоставил результатов проверки. Рамтай Курпибаева проработала главным бухгалтером в угольном департаменте Арселора 37 лет. Сегодня женщина числится на этой должности лишь формально. Ее и еще восемь специалистов попросили уйти. Но они не согласились. Написали жалобу в инспекцию по труду, которая признала незаконное действие работодателя. Но, несмотря на это, по словам Курпибаевой, в Арселоре идет явный прессинг. Она заявляет, что директор угольного департамента пытается набрать свою команду. Сейчас приглашают, вот уже на этой неделе приезжают четыре специалиста. Они тоже все граждане, очень хитро, но все с Луганской и с Донецкой. Четыре специалиста. Я прекрасно понимаю, что я на этом месте не нужна, потому что на мое место тоже везут человека. Прием вел начальник департамента по надзору за законностью генеральной прокуратуры Марат Секзимбаев. Он обещал во всем разобраться. Следующим к нему обратился шахтер Анвар Жиенкулов. Мужчина пожаловался, что не может получить инвалидность, несмотря на многочисленные диагнозы. Также с жалобами на бездорожье, перебои со светами, водой и орудующих металлоломщиков обратился житель села Верхний Кайракте. Мы на протяжении 15 лет даже не числимся в списке населенного пункта у Акимата области. Нет ни дороги, ни электричества, ни воды. Трубы раскапывают и сдают на металлолом, а Акиму все равно. Прокуроры внимательно слушали и брали проблемы себе на заметку. Обещали во всем разобраться. Однако жалобы адвоката Ильнара Сибирзякова их немного обескуражило. Правозащитник рассказал, что уголовное дело по факту квартирного мошенничества закрыли после звонка из областной прокуратуры. К таким обвинениям прокуратура отнеслась критически. Они решили проверить информацию. Всего на прием были записаны около 38 человек. К слову, такая встреча с представителем генеральной прокуратуры в Караганде прошла впервые. Следующий пройдет в городе Жасказган. А.М. Амрина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Сотрудники местной полицейской службы первыми прибывают на место преступления ежедневно. Они выходят на боевую службу по охране общественного порядка. Об этом говорили на гарнизонном разводе Карагандинского городского УВД. До стражи порядка довели нынешнюю обстановку и проверили наличие средств защиты. Господин подполковник, личный состав задействован по охране общественного порядка по городу Караганде. Для проведения инструктажа построен. Докладывать командир полка Турбеков. В строю сотрудники дорожно-патрульной службы, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, военнослужащие национальной гвардии. Все те, кто задействован в охране общественного порядка на улицах Караганды. Документы, униформа, табельное оружие. Все должно быть в наличии. Особое внимание уделено средствам защиты. Без бронежилета, чтобы никто не нет службы. Полиция рассердит левого. В обязательном порядке, чтобы бронежилеты были. Полиция страшная. Наличие бронежилета на службе с недавних пор стало обязательным для каждого полицейского. Руководители местной полицейской службы напомнили, что еще на месяц продлен так называемый «желтый уровень террористической опасности». Пешим и автомобильным патрулям приказано обращать особое внимание на отдельных граждан. В связи с этим все пешие автопатрули, все наряды, которые заступают на охрану общественного порядка, идти и смотреть внимательно на людей, которые имеют либо бороду, либо короткие штаны. Местная полицейская служба создана в январе текущего года. За семь месяцев новый правоохранительный орган доказал свою состоятельность, считает руководство Карагандинского МПС. Главный показатель – это тенденция к снижению правонарушений в общественных местах. Задачи по охране общественного порядка на улицах и общественных местах возложены именно на этих сотрудников, которые выезжают на все происшествия, происходящие по городу Карагандин, и первые выезжают на место преступления. Андрей Тен, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, и это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok